В сражении под Ракавором, ныне эстонский город Раквере, сошлись войска Тевтонского ордена и датского короля с одной стороны и новгородцы с псковичами и дружиной Владимира Суздальского княжества с другой. К сожалению, об этом сражении сегодня помнят немногие, хотя оно было куда более масштабным, чем знаменитое ледовое побоище. Об этом статья Николая Трофимова под названием «Урок для немецкой свиньи», публикуемая в журнале «Загадки истории», номер 2, 2014 год. Во второй половине XIII века начал готовиться поход русских войск в Прибалтику. Собственно говоря, изначально он должен был быть направлен против литовцев, которые в те годы основательно беспокоили владения Новгородской республики своими грабительскими набегами. Но в самый последний момент участники этого похода изменили свое намерение и приняли решение направить объединенное войско против датчан, обосновавшихся на севере Эстонии. С ними у новгородцев были старые счеты. Датские корабли не раз нападали на ладьи новгородских купцов на Балтике, а датские рыцари вторгались на территорию господина Великого Новгорода. Граби деревни, где жили подвластные новгородцам племена. Зная далеко не дружелюбные отношения рыцарей Тевтонского ордена к русским, новгородский посадник Михаил Федорович пригласил в Новгород представителей Юрьевского епископа и тевтонских рыцарей из Риги и Феллина, ныне Вильянде. Они обещали новгородскому нейтралитет во время их похода против датчан и дали соответствующую клятву – целовали крест. Примечательно, что во время ответного новгородского посольства в Ригу епископы и великий магистр ордена также поклялись на кресте не помогать врагам русских. Помимо крестоцелования был составлен и договор о нейтралитете, который скрепили своими печатями сам великий магистр и правители подвластных ордену городов. Но клятвы, данные схизматиками, пусть и на кресте для рыцарей ордена святой Марии Иерусалимской, похоже, ничего не стоили, и тевтонцы, забыв о своих клятвах, не применули нанести русским подлый удар в спину. Сам поход начался в январе 1268 года. На территорию датской Эстонии вошли войска Новгородской республики во главе с самим посадником Михаилом Федоровичем и новгородским князем Юрием Андреевичем, а также Псковская рать, возглавляемая князем Давмонтом. Новгородцы просили подкрепление управившего тогда во Владимире великого князя Ярослава Ярославича. Тот прислал дружину с двумя своими сыновьями, Святославом и Михаилом. Присоединился и переиславский князь Дмитрий Александрович, сын Александра Невского. Поход проходил успешно. По тогдашнему обычаю, введение боевых действий, войдя на территорию неприятеля, воины начали ее опустошать. При этом все люди, проживающие на этой территории, считались законной добычей. Их брали в плен и отправляли в пустующие новгородские и псковские земли, где они должны были продолжать заниматься тем же, что делали и у себя дома. Только теперь подать и платить не датчанам, а русским. Чудь, эстонцы, пыталась оказывать сопротивление русским войскам. Летопись рассказывает, как в одном из мест русские нашли огромную непроходимую пещеру, куда спряталось множество чуди. Три дня стояли полки перед этой пещерой и никак не могли добраться до противника. Наконец, один из размыслов мастеров, обслуживающих осадные машины, предложил пустить в эту пещеру воду. Эстонцам пришлось покинуть свое убежище, и они были перебиты. 18 февраля 1268 года русское войско подошло к Раковору. Каково же было удивление русских князей, когда они увидели, что против них выстроились войска не только датчан, но и тефтонского ордена. Как писала новгородская первая летопись старшего извода, собралась вся земля немецкая. Противник стоял, как писала та же летопись, как лес дремучий. Крестоцелование было благополучно забыто, и объединенные силы католического войска готовились устроить хорошую трепку русским схизматикам. Но русские дружины не испугались тефтонцев и датчан. Они перебрались через реку Кеголу и выстроили полки. Диспозиция перед началом битвы была примерно следующей. Войско тефтонцев стояло на левом фланге против русских дружин князей Святослава Ярославича и Дмитрия Александровича и Девмонта. Датчане выстроились справа, напротив поиск князя Михаила Ярославича. Новгородская же кованная рать во главе с Михаилом Федоровичем и князем Юрием Андреевичем, состоявшая из тяжеловооруженных воинов, стала в центре, напротив сомкнутой колонны вражеских тяжеловооруженных рыцарей. В русских летописях такой строй называли «свиньей». Сражение началось с мощного таранного удара тефтонцев. Завязалась сеча зла, как писал летописец, какой не видывали ни отцы, ни деды сражавшиеся. Обе стороны несли большие потери. Убиты были командующий новгородской ратью посадник Михаил Федорович, тысячи воеводы новгородского ополчения, Кондрат, а вместе с ним еще и 13 новгородских бояр. А вот новгородский князь Юрий Андреевич показал себя не с лучшей стороны. С небольшим отрядом ближайших бояр он бежал с поля боя. Несмотря на огромные потери и бегство своего князя, новгородцы устояли. Это дало возможность остальным русским дружинам переломить ход сражения. Особо отличился переиславский князь Дмитрий Александрович. Он показал себя достойным своего великого отца. С пятитысячным конным отрядом он ударил по правому флангу объединенного датско-тефтонского войска. Русские опрокинули рыцарей и после этого началось общее отступление противника, переросшее в паническое бегство. Русские рати гнали врага на протяжении семи верст до стен рака вора. Преследовать отступавших тефтонцев и датчан было трудно, потому что все дороги были завалены человеческими и конскими трупами. Ночью какой-то отбившийся от немецкого войска отряд рыцарей в темноте наткнулся на русский обоз и пограбил его. Неугомонный князь Дмитрий Александрович хотел немедленно ударить по неприятелю, но более опытные князья отговорили его от этой затеи. В темноте войска могли перемешаться и даже начать сражаться друг с другом. А утром, когда русские войска подошли к разграбленному обозу, тефтонцев уже и след простыл. Русские войска, несмотря на большие потери, подошли на следующий день к стенам рака вора и начали его осаду. Три дня простояли они под стенами мощного каменного замка, а потом отправились домой, ведя в обозе тела погибших в сече воинов, чтобы похоронить их дома. Но не все русские воины отправились на Русь. Псковичи во главе с князем Девмонтом совершили глубокий рейд по вражеской территории. Рати прославленного военачальника опустошили весь север Эстонии, дошли до Балтийского моря, сжигая мызы орденских рыцарей и уводя в полон чудинов. С богатой добычей псковские войска вернулись домой. Уцелевшие в сражении под раковором тефтонцы проклинали своего великого магистра, который презрел крестоцелование и напал на русское войско. Своё поражение в битве они прямо связывали с бошьей карой за грех магистра ордена. Потери тефтонцев в этом сражении были столь значительными, что орден так и не смог восстановить своё былое могущество. На следующий год тефтонцы, правда, пытались взять реванш, но после бесплодного десятидневного стояния под стенами Пскова согласились подписать мир по своей воле, новгородской. А датчане, узнав, что сын великого князя Владимирского, Святослав Ярославович готовит большой поход в Эстонию, испугались и предложили новгородцам мир на самых выгодных для них условиях. После поражения под Ракавором почти сто лет тефтонцы и датчане не совершали больших походов на территорию Новгородской республики. Вот такая вот статья по поводу противостояния на северо-западе Руси. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.